Всем привет! И сегодня мы посмотрим на Creative Stealth 2 от компании Vacuum Поставляется он в такой картонной коробочке небольшой Внутри мы найдем такой пластиковый футляр Держатель Держатель Всякие бумажечки, инструкции которые в принципе бесполезны И собственно сам футляр в котором и находится все что нам нужно Выглядит это дело так Футляр сам сделан из пластика Снизу имеет поверхность предотвращающая скольжение Итак, что мы имеем Сам стилус Проводок USB для зарядки В этот раз, во второй версии Нам не нужно вставлять батарейки Перо очень легкое, весит 19 грамм А заряжается это следующим образом Вставляется наш USB шнурок И подключается к USB За 2 часа Как говорит производитель Наше перо должно зарядиться на 100% И этого должно хватить на 26 часов активного использования Также у нас в футляре находится Один сменный наконечник А вот этот черненький кружочек Предназначен для того Чтобы сменять наконечники Правда Я так и не смог разобраться Каким образом У меня это по крайней мере Не получилось Так как пока Стилус не вошел в широкое обращение Я даже не смог найти инструкцию По этому поводу Ну да ладно Итак, теперь посмотрим Что же из себя представляет Стилус Сразу скажу, что Первой версии Стилус от VACON для iPad У меня не было И я даже не знаю Как с ним работать Поэтому Сравнивать мне Особо не с чем Это стилус от VACON Так называемый Бамбу стилус Самый простенький Это стилус от 5 интуса И наш стилус Для iPad Creative Stilus 2 Как видите По размерам он Чуть-чуть меньше Чуть-чуть просто короче И Немножко тоньше Чем стилус от Большого в кавычках Планшета Главной прелестью По заверениям разработчика Creative Stilus 2 Был Тонкий наконечник На самом деле Да, он конечно По сравнению С первой версией Которую я видел Только на картинках Значительно тоньше Сделан из материала Похожего на пластик Не уверен Что это именно пластик Но по всем ощущениям Это так Также у нас есть Резиновая крышечка Для зарядки И Кнопочка Включения Блютуз Так как Наш стилус работает Только по технологии Блютуз Притом четвертая версия И из-за этого Поддерживает Только Айпад мини Первого поколения Который самый Без ретины Третий айпад И Айпад Айпэд Айпэд Подозревает Именно из-за того Что у них стандарт Блютуз связи Ниже чем 4 Не поддерживаются К сожалению К сожалению На данный момент Очень мало Приложений поддерживают Креатив стилус 2 Вернее им В большинстве приложений Можно рисовать Но Это то же самое Что рисовать пальцем А для того Чтобы поддерживала Чувствительность Кстати у нас Она должна быть На 2048 градации Нужна поддержка В приложениях Итак Бакомовская программа Бэмбо Пэйпер Для того Чтобы подключить Стилус Мы нажимаем на Среднюю кнопочку Посередине И как видите У нас появляется Индикатор Связи с нашим пером Значит что Она у нас работает Показан Заряд Также мы можем Настроить Наши кнопки По умолчанию Установлено На первую кнопку Как стерка Но Как видите Немного у нас Опций Для настройки И вторая кнопка Как Анда То бишь Вернуться назад Инструменты Цвет Стерка И собственно Кисти Давайте попробуем Выбрать Именно кисть Размеры тут Также Не сильно У нас Есть выбор Очень простенькое приложение И просто Я вам Попробую показать В чем же выражается Эта чувствительность Вот я провожу Линию С постепенным Нажатием Все больше И больше И больше Кажется что Все хорошо Но если вы Прислушаетесь Вот такая вот штука То бишь Всегда Когда вы Вводите по экрану Вы слышите Такой характерный Звук Когда Перо Соприкасается С экраном Айпад Также тут Есть очень Нехорошая вещь По моему Ну Субъективному Мнению Наблюдается Небольшой Люфт Наконечники Если у вас Был Когда-либо Большие Планшеты Так сказать То Вы могли Заметить Что когда Вы использовали Обратную Сторону В качестве Стерки Там имеется Также Небольшой Люфт По Продольной Оси То бишь Вы прикасаетесь К поверхности И идет Небольшой Несколько Миллиметров Такое Запаздывание Можно сказать Для того Чтобы Примерно Ощутить Как Работать Этим Стилусом С поверхностью Айпада Вы можете Просто взять Мастер Или ручку Пластиковую И поводить Им По айпаду Вот Примерно Точно Такие же Ощущения Скажу Так Приятного Мало Еще Практически Перпендикулярно Если я возьму Стилус И проведу Линию Под углом Примерно 45 градусов Видите Так Ничего Вроде Если возьму Так Смотрите Где находится Кончик Его стилус И где Проведена Линия Возьму Угол Возьму Угол Острее Та же Самая Фигня Притом Когда я провожу Вертикально Очень странная Штука Я провожу Вертикальные Линии Даже Под углом И они Рисуются Правильно Хотя Как видите Есть Небольшое Запаздывание Линия Не рисуется Сразу Если я возьму Горизонтально Даже Под Небольшим Углом То Как видите Линия У нас Идет Ниже Кончика По мне Это Очень Нехорошо Например Хочу И нарисовать Какое-то Лицо Вот Я пытаюсь Нарисовать Глаз И Линию То я Провожу Выше Но Она Рисуется Ниже То же Самое Здесь А должны Были Глаза Нарисованы На этой Линии Если Я Поставлю Перпендикулярно Почти Планшету Тогда У нас Что-то Еще Может Быть Но в общем Это неприятно Потому что Линия У нас Рисуется Неточная И это печально Ну Что я могу Сказать Это Нехорошо Потому что Я хочу Нарисовать Бровь Там Где Наконечник Мой Находится Она Рисуется Ниже Ну Что Это Такое Ну А теперь Выше Это Все Очень Меня Удручает На самом Дели Одно Из Немногочисленных Программ Которые Поддерживают Чувствительность Наших Стилусах Нажатию Я Я Я Установил Только Вчера Купил В App Store Что могу Сказать Во-первых Для того Чтобы стилус Работал Как надо Надо Немного Поплясать С бубном Вернее Мне пришлось Идти В справку На сайте Artrage Оказывается Что включается Следующим Образом Мы должны Пройти В настройки Промотать Наш Список Настроек Выбрать Artrage И уже Здесь Выбрать Наш Стилус То есть Не в самой Программе А именно В настройках Общих iPad Хорошо Вернемся Значит К Артрейджу Что тут Сказать С этой Программы Я Работаю Можно Сказать Впервые Но На iPad То да Она Основная Задача Основной Задачей Artrage Является Симуляция Работы С настоящими Материалами Здесь Мы можем Выбрать Бумагу Текстуру То есть Наш Холст Например Здесь Сейчас Выбрана Как бумага Сейчас Я рисую Карандашом Краски Пульверизаторы Кисти Но Смотрите Я думаю Что Скорее всего Это даже Связано Не Со Стилусом Или Саим Артрейджем Такое Затормаживание Связано С iPad У меня iPad Mini Первого Поколения Так Сказать Возможно Что Он просто Слабоват Просто Слабоват Для Обработки Такой Графики По крайней Мере Той Кистью И Здесь В Азартрейджем Мы Имеем Точно Такой Же Глюк Горизонтальные Полоски У нас Рисует Стилус Рисует Не За Также Одной Из Программ Поддерживающих Чувствительность Нашего Стилуса И является Скетчбук Но Скетчбук Третья Версия У меня Был куплен Скетчбук Про Второй Версии К сожалению Он Не Поддерживает Наш Стилус Пришлось Устанавливать Третью И Впоследствии Купить себе Про Функцию Как видите Показано Что Перо Не Подключено Я Нажимаю На Среднюю Кнопочку Все Перо Подключено Подключено И все Наши Функции Теперь Работают Ну Как Функции Чувствительность К нажатию Как видим Тот же Самый Глюк В общем Что Я могу Сказать Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует